Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтман. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин, о том, что сказал дедушка Паул сегодня, да, поговорим, что нам ожидать дальше, посмотрим на наши каналы и обсудим объемы денежный поток, да, зоны поддержки сопротивления. Итак, самое первое, самое важное, в своем телеграм-канале я писал достаточно обстоятельно сегодня ночью очень важную информацию, обязательно подписывайтесь, почитайте, это никогда не будет в эфире видео. Соответственно, я предлагал вам очень важные дни и события, что должно происходить. Например, вот 7 числа выступления Пауэлла, завтра он снова выступает, но не для того, чтобы поздравить женщин, а для того, чтобы сами знаете что. Но самое важное из всех этих событий это 14 марта вторник. Это индекс потребительских цен, по-другому инфляция. То есть, мы знаем, что в среду 22 марта он нам сообщит о решении по процентной ставке. То есть, процентная ставка зависит от того, какая инфляция. То есть, если она высокая, ее надо сбивать, снижать. Соответственно, ее будут повышать. И чем выше процентная ставка, тем высока вероятность, что собьют, естественно, что правильно инфляцию. Таким образом, из всех важнейших дат, здесь у нас только слухи 7-8, а конкретика будет в 15-30 вторник, 14 марта. Еще раз, это все есть в моем телеграм-канале. Далее, на сегодняшний день, если поглядеть, как изменились после сегодняшней речевки Паула процентные ставки, показатели, да, и исходя из дополнительных экономических новостей, то получилось, что уже 70 на 30, но в сторону 50 базисных пунктов. То есть, планировали 25, а сейчас уже аж 50. Еще раз, то есть, на 25 базисных пунктов еще вчера было 70%, а на 25-30. Сегодня поменяется местами после слов Паула. Завтра, может быть, опять поменяется, как знать. Но, что нужно понимать? Это Паула сам говорил, что инфляция у нас снижается. Мы это видим и без него. Да, вот, обратите внимание, с 13.07 мы планомерно падаем, падаем, падаем и падаем. То есть, чем выше ставка от ФРС, тем серьезней битва с инфляцией. И пока она снижается, позитив для рынка присутствует. И, естественно, он преобладает. Это то, что мы имеем сейчас. То есть, грубо говоря, до 14-го числа мы можем быть относительно в спокойствии. Если вдруг у нас предстоящая, да, вот у нас 6.4 текущая, прогноз будет, например, 6.2, как и был, а он возьми, да и стань 6.5. Вот это уже будет действительно негатив, и это будет действительно кризис. А до этих пор все, что сейчас происходит, это относительная болтовня, которую нужно читать между строк и вникать, и понимать, интерпретировать по-разному. Не так, как нам пытаются навязать. Но никто не вещает теплой ванны, потому что это фундаментал. Но помимо фундаментала у нас есть, что правильно? Технический анализ. У кого-то это смарт-мани, у кого-то это скальпинг на программах и прочее-прочее. В любом случае, все мы занимаемся одним и тем же анализом. Еще раз, вот вторник, 14 марта, данные по инфляции, фундаментал пока еще на стороне инвесторов. Что будет после 14-го, мы узнаем. Поэтому, что 50, что 25, ровным счетом, все равно. Тем более, к этим показателям мы были готовы. Об этом были это, это, это и это мое видео. Я об этом всем рассказывал. Кто смотрел, тот знает. Кто не смотрел, ну что ж поделать, берегите себя. Но еще две недельки, и поэтому эти цифры будут меняться в течение дня много раз. Что касается канала, который мы на текущий момент времени имим, мы кальнули сегодняшним днем 21,860 и касались 22,530. То есть, сегодняшняя торговля идет в рамках вот этого маленького микро-локального восходящего канальчика, в рамках вот этого глобальнейшего восходящего канала. Соответственно, наш анализ внутри канала работает на ура. Будем следить дальше. И конкретнее, если говорить про канал, вы помните, я рассказывал, что у нас есть очень важные зоны. Желтая это диагональная и желтая поддержка. Сейчас это как сопротивление, а желтая нижняя как поддержка. Соответственно, вот эти все тини-свечи касаются чего, правильно, восходящего канала, где мы с вами расторговываемся. Даже при текущем новостном фоне есть высокая доля вероятности совершить движение вплоть до середины этого канала. На сегодняшний день это райончик 22,800, 22,900, другими словами, 23,000. Это ровно та цифра, которую я называл в видео буквально позавчера и писал в своем телеграм-канале. Но крайне будет негативно, если вдруг при каких-то обстоятельствах мы потеряем и выпадем из этого восходящего канала. Тогда локальный восходящий тренд на дневном таймфрейме будет потерян, что будет являться первым серьезным минусом для быков. Сейчас же я покажу вам 4-часовый таймфрейм. Я уже высказывал свою точку зрения по вчерашнему, что подобного безобразия я не видал. И я напомню, что во вчерашнем видео я показывал вам, что здесь у нас манипуляционная свеча, а с высокой долей вероятность почти 90% манипуляционных свечей всегда откупались позже вверх полностью. Как будет в этот раз, мы опять же узнаем. Также я вам сообщу, что у нас имеется на 4-часовом таймфрейме вот эта нисходящая наклонная линия, пробив которую мы снова переходим в локальный восходящий тренд в рамках 4-часового таймфрейма. И с каждым днем мы к ней все ближе и ближе становимся. Если, например, 7.00 3 марта она у нас была в районе 23.700, то уже сегодня она находится в районе 23.000. То есть каждый день мы все ближе, ближе и ближе. Также на некоторых индикаторах мы уже с вами имеем такую ситуацию, как расхождение, конвергенция. На каком, например? Например, на объемах. У нас были резко падающие объемы, а теперь, даже с учетом того, что говорил Паул, они ничтожные. Не побоюсь этого слова. Соответственно, мы имеем с вами, то есть рост на объемах, но цена у нас при этом показывает, что правильно, движение вниз. То есть с подтверждением по стахастику, то есть до того момента, пока мы не получили золотой крест, это все назревающая конвергенция. Если вдруг неожиданно объемы увеличатся в размерах и перебьют, то, конечно же, это будет чистое падение, без каких-либо расхождений. Но если мы получим золотой крест, то это будет отработка конвергенции, которую нужно будет закрывать. Также по RSI мы тоже имеем слабую конвергенцию, и по MACD мы тоже имеем зреющую, назревающую конвергенцию. Но нужно отметить, что мы имеем на сегодняшний момент по MACD и некоторым другим индикаторам, в том числе, слабую конвергенцию, которая до сих пор еще не была. То есть эта пружина еще натянут. Но что мне понравилось? То, что мы имеем здесь минимум, но сегодняшнего мы прокололи чуть ниже. Это очень хорошо. Было бы очень плохо, если бы цена двигалась вверх, дошла, скажем, до 0,5-0,618, совершила отскок до клайкошки и могла бы спокойно двигаться вниз. Но нет, цену тащат неуклонно вниз паникеры и трусы. В основном это маркет-трейдеры. Соответственно, вот эти попытки проколоть все ниже и ниже, да, вот эта гнущаяся цена, это рождение конвергенции и образование пружин, которые должны быть выстрелить вверх. Так вот, если поглядеть на стахастический индекс относительной силы, да, мы были перепроданы, поднялись в перекупленность и теперь двигаемся в перепроданность. Соответственно, были перепроданы, перекупленность у нас совсем рядышком и сейчас опять в перепроданность идем. Где мы могли обнаружить похожую составляющую? Вот здесь, на дневном таймфрейме, совсем недавно, после FTX Dump'а у нас была перепроданность, здесь перекупленность и опять перепроданность и потом движение вверх. Тоже через конвергенцию. Также FTX Dump являлся падением неожиданным, как и манипуляция. То есть, та ситуация в 4 часах сродни дневному таймфрейму. Поэтому, вот была перепроданность, перекупленность, перепроданность и рост. Точно так же было по объему, большие объемы и ничтожные, после чего движение вверх. То же самое вы видите сейчас и на 4 часах. Это крайне похоже. Так что эти фракталы, паттерны, они всегда цикличны и часто повторяются. Да, и конечно же я могу ошибиться, например, завтра пал 8 марта, выйдет, расскажет нам еще что-то очень плохое, скажет, что крипту нужно запретить и он ее уже с компьютера удалил, например. Соответственно, мы можем обрушиться. Но в любом случае, вы очень долго, бесконечно находиться в перепроданности не сможете. Почему? Да потому что у вас на сегодняшний день уже имеется дневной таймфрейм в зоне перепроданности давно. Еще раз, я сегодня об этом пишу в своем ночном посту. Обязательно подписывайтесь, так как здесь очень подробно все описано. Так вот, RSI уже тоже практически в зоне перепроданности. Объемы у нас уже начали повышаться в сторону нуля. На двухдневном таймфрейме мы и вовсе получили уже положительный объем. Пятидневный таймфрейм у нас все еще стоит в застое. Конечно же, это все может очень жестко полететь вниз и устроить нам неприятности. Поэтому крайне важны данные по инфляции. Потому что если они будут негативными, нас ждут, ну, относительно неприятные потрясения. Поэтому если посмотреть даже четырехдневный таймфрейм перепроданность, трехдневный таймфрейм перепроданность, двухдневный таймфрейм перепроданность, дневной таймфрейм перепроданность, 23-часовой таймфрейм перепроданность, другими словами, по денежному потоку 23-часовой таймфрейм уже получил перепроданность и отскок, то есть локальное движение лонговое, по сути, намечает, и оно даже планируется, это крайне важно, то есть если мы получим вот такую зелененькую свечу, и при этом стахастик нам покажется все 100%, все понятно, это пустая свеча, всего доброго, всего хорошего, будьте готовы неплохо так упасть вниз, но если вот это вот локальное движение, которое намечается, планируется, исходя из технического анализа, я работаю так, мне абсолютно все равно, кто что говорит, я работаю с техническим анализом, и он меня никогда не подводил, соответственно, крайне важно сейчас для этого локального роста, который намечается, будет он завтра, будет он в пятницу, мне все равно, основная задача пробивать вот эту локалочку и двигаться дальше вверх, ломать этот тренд, если поговорить про поддержки, то можно обнаружить, что мы по-прежнему с вами сидим еще на достаточно серьезной зоне поддержки, которую я шутошно называю папа бетона, 22450-21250, и мы находимся все еще, пока еще в ее середине, сопряжена с Йома-50, то есть по-прежнему эта хлипкая зона, я об этом же пишу, что еще Йома-50 может нас удержать, я это вижу, да, и по крайней мере она еще держит нас, это круто, соответственно, также я указываю, что если вдруг при каких-то там словах Паула мы упадем на Йома-200, она по-любому нас удержит, мы до нее даже еще и не дошли, здорово, хорошо, великолепно, так что оказаться ниже Йома-200 закрепом, это будет очень-очень плохо, что опять же сопряжено с выходом из данного восходящего канала, чтобы совершенно себя плохо чувствовать, нам нужно потерять вот эту наклонную линию, это восходящая глобальная трендовая линия дневного наймфрейма, если мы теряем закрепом и оказываемся на ядре 19666, золотое такое число, да, это будет крайне неприятно, неприятная ситуация, и скорее всего это будет связано 100% с инфляцией, которая будет высокая, пока же мы находимся в глобальной технической бычке до сих пор, выше Йома-200, и в глобальном, и в локальном восходящем тренде по дневному таймфрейму, с хорошими откупными тенями, даже при условии данного негатива и панике участников рынка, некоторых, в первую очередь вас, так что пока еще все более-менее, также по Боллинжеру мы в очередной раз оказались на его дне, и если исходить из стратегии технического анализа, то при стахастике, который перепродан и дне Боллинжера, здесь, как правило, происходит набор позиций, для того, чтобы дойти до медианы, как минимум, как максимум, до верха восходящего канала, поэтому в ближайшие дни ожидаю локальный лонг в рамках дневного таймфрейма. Самое неприятное, если мы коснемся, да, вот этой наклоночки, как мы ее говорили, вот этого блока бетона, вот Йома-10 или Йома-20, получим тень, и не сумеем их вовсе пробить, и опустимся вниз в этот же день, или на день следующий, вот это будет крайне неприятно, и будет связано с высокой долей вероятности, что будет прицел на Йома-200. Но так как 14 марта уже совсем скоро, я все-таки полагаю, что до 14 марта мы Йома-200 потерять не должны. Возможно, какие-то заколы, попытки, но при текущих показателях, по крайней мере, сегодня я пока это не наблюдаю, но то, что Йома-200, Боллинжер и вся остальная компания является сейчас серьезной зоной поддержки, это факт. И если подключить CPR-линии, то у нас есть шортовая S1-линия, вот эта вот первая, это цель-магнит, это та цель, которая прям магнитом тащит сегодняшним днем цену, так как мы находимся ниже центральных CPR-линий. И главное, не дать этому магниту примагнититься, то есть 21 250 является магнитом, так как это еще и Йома-100. То есть, если вдруг завтра Паул скажет, я не знаю, что он не просто удалил крипту со своего компьютера, но и с компьютера своей жены, то, возможно, пролив тенью до этой S1 с откупом обязательно выше Йома-200. Это обязательно, обязательно. Поэтому подытожим. Магнитом тащат в 21 250, но я полагаю, что до 14 числа Йома-200 селом свечей мы потерять не должны и не потеряем. Также я прогнозирую в ближайшее время локальный лонг на дневном таймфрейме. Это мой локальный прогноз по биткоингу. А среднесрочный и глобальный не меняется и не поменяется без каких-либо переобуваний. Исключительный лонг. И плевать мне, какая будет инфляция 14 числа. Глобальное восстановление биткоина идет. Шутите, хихикайте, хахакайте. Настанет очередной день, когда время растет все на свои места и покажет, что кто-то смеется зря. Но и не забывайте, трейдеры, вы, ваша голова на плечах, я вас не зомбирую. Соответственно, думайте сами. Я просто индикатор, провел анализ, вы послушали, улыбнулись, помахали головой. Все, выключили, пошли дальше торговать сотыми плечами. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. В описании под видео есть замечательная биржа Битгит с низкой комиссией. С бонусом высоким на первый депозит. Он изменился уже до 8000 долларов. Также вип-статус второй вы можете получить за 30000 депозита. И помните, что у строителя может просесть дом. А у трейдера может просесть депозит, если торговать постоянно сотыми плечами. Всего доброго. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok